Любимые, дорогие, всем бонжур! А давайте узнаем, как будут развиваться ваши отношения с партнером в январе месяце. Взяла для этого гадание карты Таро Магия Чувств. Уже выложила 4 карты, 4 варианта, чтобы экономить время. Загадывайте партнера, выбирайте для него вариант. Либо на все 4 карты можно раскидать неких интересующих вас партнеров. Неважно, мужчина, женщина вас интересует. Самое главное, чтобы этот человек просто вас интересовал как потенциальный партнер. Давайте приступим к трактовкам. А, прежде чем приступить, должна вам все-таки показать. Не могу вам не показать туз кубков на дне колоды, который остался здесь. Пусть он проиграется у всех, какой бы вариант вы не выбрали. Пусть у вас будет любовь, начало отношений, именно настоящих полноценных любовных отношений. Пусть у вас в этом январе все сложится с тем партнером, с которым вы хотите, чтобы у вас сложились полноценные любовные отношения. Чтобы все скололось, как говорится. Итак, давайте приступим. Смотрим первую карту. Для тех, кто выбрал первый вариант, ваши отношения с партнером, загаданным в январе месяце. Девятка мечей у нас здесь выпадает. Ну, она не такая плохая, как в других колодах, да, судя по картинке. В этой колоде еще ничего-ничего. Я думаю, что она скорее характеризует не перспективу вашего развития в январе, да. Вот этот негативный смысл девятки мечей можно отнести скорее к констатации факта, к констатации той ситуации, которая у вас на сейчас. То есть сейчас в отношениях у вас как минимум присутствует некий холодок, некая отдаленность, нету общения, нету каких-то контактов. Либо, если контакты есть, они в прямом смысле холодные, деловые какие-то и даже праздники особо не спасают, да. То есть, может быть, друг друга поздравили очень так холодненько, да, как коллеги или какие-то очень далекие-далекие знакомые. Ну и все на этом. Может также быть между вами просто расстояние, и даже если довольно теплые отношения сами по себе, вы можете просто редко общаться по причине того, что вы на большом расстоянии, очень заняты, да, кто-то в рейсе, кто-то где-кто, в общем, да. По разным причинам вы можете не общаться с этим человеком. Ну и самый, наверное, худший вариант, здесь у вас могли быть ссоры, конфликты, разводы, тапочки по почте. Вы даже могли вот, ну, страдать, плакать. Вам могло быть больно, естественно, да, когда теряешь, всегда больно. И вы здесь вот уже готовы были даже смотреть расклады на тему паузы или конец, и очень страдать, да, и не верить, что это просто пауза, а не конец. И могли, если вы обижены на этого человека, вы могли думать, а зачем мне все эти отношения, может быть, мне поставить их на паузу. Или, наоборот, человек на вас обиделся. В общем, здесь очень большие проблемы. Эта карта говорит, да, между вами. То есть, как минимум, просто холод и нет общения, как максимум, это все плохо, конец, и тапочки по почте, да. Самое главное, чтобы не белые тапочки. Вот. Но, тем не менее, эта карта дает нам на январь очень положительные перспективы, не побоюсь этого слова, потому что она говорит, что вот эти все проблемы между вами, какие бы они ни были, это все идет на пользу ваших отношений. Не зря здесь вот такая нежная, романтическая, эротическая, чувственная, да, я бы сказала чувственная, не побоюсь этого слова, да, чувственная картинка. Вас в январе ждет воссоединение, вас в январе ждут встречи, дай бог, вот прям вот такие романтические. Тут еще кошечка черная, да, ну не будем, наверное, трактовать ее как некая магия, да, ну будем трактовать просто как некое волшебство, как волшебство и нежность между вами. Почему? Потому что вы, наконец-то, и ваш загаданный человек, да, наконец-то поймете, что вы друг другу нужны, что вы должны быть вместе, что вам действительно хочется быть вместе, что вы соскучились друг по другу буквально физически. Короче говоря, вот этот холод, вот эти все паузы, разборки и конфликты, которые были между вами, они вот только подогревают вашу страсть друг к другу. А вот если у вас сейчас была зима, в январе вас ждет весна, а за весной жаркое лето, да, романтическая весна, а за ней жаркое лето в ваших отношениях. И заметьте, все это в одном только январе. В отношениях, давайте прочитаю трактовку карты, В отношениях присутствует некая отдаленность, но это неплохо. Расстояние поможет восстановить гармонию, время раздумий и принятие решений, возбуждение, желание, воспоминание. Вот про воспоминание еще не сказала. Вот если вы сейчас не общаетесь с этим загадным человеком, не бойтесь, да, не бойтесь, не переживайте. Он о вас вспоминает, вот как и вы о нем. И пусть, да, пусть немножко посидит в некой паузе. Он начнет по вам скучать, он начнет вас вспоминать, да, то есть сначала вспомнит, вспомянет, потом как начнет скучать, как начнет у него раскручиваться вот этот маховик, да, желание, страсти к вам. И так раскрутится, что аж он, ну, давайте скажу, преодолеет все препятствия и к вам вот воспылает страстью и будет стараться с вами воссоединиться, встретиться, да, встретиться. Вернуть любовь можно, начните все заново. Вот пусть этот загаданный человек поймет, что вы ему действительно нужны, захочет вернуть все заново, да, или начать что-то заново, не зря нам туз кубков-то выпал в самом начале, да, и пусть вы, наконец-то, будете вместе, и вот эта прекрасная, романтическая, эротическая и чувственная картинка пусть у вас проиграется в полной мере. То есть ждите встреч, ждите свиданий, может быть, уже прикупите белье какое-нибудь красивое, чтобы его потом можно было сначала красиво надеть, а потом красиво снять, да, чтобы вот он немножко побудоражить его воображение, когда он вас увидит. Хотя я думаю, что вполне, да, вполне этого человека, ну, не надо будет уже заводить, потому что когда у вас произойдет встреча, я думаю, что он будет уже достаточно заведен, возбужден, чтобы на вас и так наброситься, накинуться, без того, чтобы, да, как-то вы еще его дополнительно стимулировали. Ну, хотя красиво, да, ласковое слово и кошке приятно, красивая картинка, да, красивый образ женский любому мужчине, я думаю, будет приятно, если вы мужчину загадали. Вот, ждите вашего мачо, ждите вашего партнера, пусть он эту свою мачость, мачость свою проявляет, да, пусть покажет себя настоящим мужчиной в этих отношениях, если вы, соответственно, загадали мужчину. Это что касается романтических отношений, а что касается отношений каких-нибудь не очень романтических, а дружеских, а вдруг вы дружеского партнера загадали, здесь тоже значение, но только без эротического подтекста. То есть, может быть, в любом случае у вас какая-то пауза, какой-то холодок в отношениях, так вот этот холодок уйдет, вы поймете, что пауза была только на пользу, и вы сможете восстановить эти отношения, и даже более того, даже более того, ваши отношения также расцветут, и также у вас будет весна, а потом жаркое, интересное лето в плане общения с этим загаданным человеком, если вы вдруг загадали просто какого-то дружеского партнера. Вот, вот так вот, да. Ну что, пожалуй, все. Если увидите какие-то дополнительные значения для себя по этой карте, пожалуйста, берите дополнительные значения. Ну, я вам желаю этой страсти, я вам желаю воссоединения для любовных партнеров, соответственно. Я вам желаю того, чтобы были у вас и встречи, и близость, и все, чего вы хотите, пусть ваши мечты эротические, и желания, и фантазии сбываются с этим загаданным человеком. Стоит только немного подождать, да, не переживайте, он к вам в любом случае вернется. Мне прям не хочется этот вариант заканчивать, потому что вот он такой очень перспективный и очень красивый, да, красивый в итоге. Вот таких вот встреч красивых я вам и желаю. Что-то еще была какая-то мысля, да, но магия здесь в любом случае присутствует, вот, потому что мы здесь видим все-таки какие-то атрибуты дополнительные, да, указания здесь и меч, и некий сосуд, да, с огнем или с чем там, да, лампа, сосуд и карандаш, как какое-то жезло, если это карандаш. Короче, здесь некие атрибуты и карты маг присутствуют, да. Вот, то есть ждите магия случится, воссоединение с этим человеком будет, будет, будет у вас близость. Да, еще что хотел сказать, 9 число, наверное, тоже для вас не зря, может быть, это будет 9 числа, либо через 9 дней после просмотра, после того, как вы посмотрите это видео. Все, счастья вам, любви, гармонии, жаркого лета, жаркой страсти, возобновления отношений. Все будет, но не сразу, дождитесь, самое главное, не падайте духом, пусть у вас все будет хорошо, будет прекрасный, яркий, любовный, насыщенный январь. Все, слезаем с этого варианта, надо и другим время уделить, пусть у других тоже будет все хорошо. Переходим к следующей, ко второй карте. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, вторую карту, что вас ждет в январе месяце с этим вам, вашим загаданным партнером? А здесь выпадает тройка мечей, еще одна мечевая карта. Очень интересно. Ну, здесь, может быть, у вас тоже не очень хорошие отношения, эта карта, вот на сейчас эта карта тоже может характеризовать ваши отношения, вот, в моменте, да, на момент просмотра. Кто-то кого-то здесь может обижать, буквально обижаться, может быть, этот человек, скорее всего, даже именно, да, не вы его обидели, скорее всего, именно он вас как-то обидел, да, там, вольно или невольно, сделал вам больно. Вы уже даже где-то и забили, махнули рукой, и, ну, забили не потому, что, да, вам он не интересен, а потому что вы понимаете, что, ну, как-то вот, не очень он правильно себя ведет, не очень правильно себя проявляет, и, ну, потому что ждать от него уже как-то особо нечего, да, то есть забили не потому, что вы не заинтересованы, а потому что этот человек ведет себя так, как будто он не сильно в вас заинтересован. И, ну, делать нечего, да, вы скорее уходите в свои переживания, в свою боль, страдаете, может быть, даже думаете о непорвателе и с ним вообще насовсем, потому что нафиг это надо. Опять он сделал мне больно, гад такой, опять не извинился. Вот у вас разбито сердце буквально может быть в итоге, да, на настоящее время, в итоге от этого человека. Но, тем не менее, карта у нас здесь, ну, дает все-таки положительное значение, да, положительные отношения у вас будут в январе месяце. Плюс их в том, что человек наконец-то осознает, что причинил вам боль, наконец-то осознает. Может быть, вам для этого, кстати, да, подумала, может быть, вам для этого нужно, да, даже как-то вот красиво пострадать, да, показать, как он вам не нужен. Он три дня гналась за вами, чтобы показать, да, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вот этот три дня, вот эта тройка мечей, она здесь нам буквально и говорит, да, о том, что может быть, есть смысл ему это продемонстрировать, где-то даже демонстративно показать, что он вам сделал больно. Пусть задумается, пусть начнет исправлять свои ошибки, попросит прощения. Здесь вот такая ситуация, да, мы буквально видим, что девушка страдает, держится за сердце, ах, мое сердце разбито, а мужчина играет ей на арфе, пытается всячески ублажить, да, то есть мужчина, наоборот, ваш партнер направлен будет к вам, будет пытаться вас успокоить, утешить, поддержать. Кстати говоря, вот этот момент поддержки нужно будет использовать в январе, не побоюсь этого слова использовать. А если у вас все-таки нету никакого конфликта буквального, вы можете немножко поплакаться этому человеку, пожаловаться на боли в сердце, пожаловаться на то, что вас там кто-то обижает, пожаловаться на какие-то свои проблемы, да, вот на что-то, короче говоря, пожаловаться, поплакаться, немножко пострадать перед ним. Пусть он вас утешает, пусть он вас помогает, пусть он почувствует себя таким вот полноценным, да, полноценным защитником, полноценным помощником, хотя бы в эмоциональном смысле, хотя бы в плане эмоциональной поддержки вас, да. То есть всячески плакаетесь, плакаетесь в жилетку этому человеку, пусть он вас утешает и этим, да, через это пусть сближается с вами. Здесь еще такой момент, вот сзади у нас дама в фиолетовом, да, с такими фиолетовыми темными волосами. Возможно, у вас здесь буквально любовный треугольник, причем в роли этой третьей стороны может выступать, ну, не обязательно третья женщина, да, как соперница некая, там, его жена и что-то, или любовница, или кто-то еще. Здесь может этой разлучницей коварной, злобной быть, ну, вообще любая другая женщина, может быть родственница, особенно старшая родственница, там, мать, сестра, или, не знаю, тупо начальница даже, которая этого человека заставляет работать, да, пахать-пахать в три смены, поэтому он не может выйти к вам на контакт, не может уделять вам время, внимание. Эта некая разлучница может быть женщиной, и, скорее всего, эта женщина старшая, да, старшая, такая мудрая, где-то суровая, может быть крупная, то есть высокая такая дама, нехилая, да, нехилая дама, вот, может быть такая еще и крупная, и здоровая, да, здоровая такая бабища, я не побоюсь этого слова, то есть здоровая такая тетка, хотя она вполне может быть и не бабища, и не тетка, а в том смысле, что она может быть очень утонченной при этом, очень рафинированной женщиной, да, но при этом она высокая, крупная, да, крупногабаритная дама. Ну, там не скажу, ведьма она не ведьма, может быть, за глаза, конечно, ее кто-то ведьмой и называет, особенно если у нее такие очень густые ведьминские волосы, там, черного цвета, темного, или, ну, седые, да, какая-то такая, уже в возрасте, может быть, дама, зрелых лет, скажем, да, зрелых лет, когда они начинаются, это уже, возможно, варианты, да, в 35 лет, это уже зрелые годы, фактически, вот, да, 35 плюс, скажем так, вот, да, и до бесконечности. Вот такая дама может быть у вас некой разлучницей или некой гадюкой, которая буквально гадит в ваших отношениях. Вот, кстати, если такая гадюка есть в вашей жизни, да, то есть если она отравляет жизнь вам, вы можете спокойно пожаловаться на вот эту даму, этому человеку. То есть даже если она не буквально вставляет палки в колеса в ваши отношения, она может просто отравлять жизнь вам, и если вы ему поплачетесь, пожалуетесь на нее, он вас поддержит, и вот будет вам счастье. То есть самое главное, чтобы этот товарищ проникнулся к вам сочувствием, проникнулся к вам переживаниями, проникнулся к вам вот состраданием каким-то в хорошем этом смысле. Вот это ваша задача, скажем так, да, это ваша задача в этом январе месяце. Сейчас посмотрим, что нам дает трактовка этой карты. Карта говорит о разбитом сердце. Возможно, один из партнеров сделает другому больно, причем намеренно. Ну, не знаю насчет намеренно, я думаю, что этот, если загаданный сделает вам больно, то это скорее он просто накосячит по глупости, по дурости, а не то, что он вам намеренно сделает. Ну, а по поводу намеренно, если вы ему готовы сделать больно намеренно, то я уже сказала, каким результатом это может привести. Это приведет к тому, что он будет просить прощения, утешать вас, жалеть, сожалеть. Так что все хорошо, да, все чики-пики. Каждый из партнеров сосредоточен только на своей боли. Ну, наверное, это и хорошо, да, если другой его при этом утешает. Обратите внимание на существующие разногласия и попытайтесь их устранить. Берегите свое сердце. Сердце всегда важно беречь, да, насчет разногласий и их устранения. Я бы сказала, что ваша задача также попытаться устранить вот эту некую даму сварливую, гадюку, которая в вашей жизни присутствует. Да, ну, конечно, ее можно устранить в том смысле, что попросить этого человека ее устранить. Да, ну, не знаю, стоит ли ставить перед ним жесткий выбор или я, или она, или я, или твоя начальница, твоя работа. Но думаю, что как-то вот попытаться оградить этого человека, да, от нее. Вот здесь вот она все-таки этой дамой, дамочкой в фиолетовом, она за некой стеной находится. И там еще стол как бы мешает, да. То есть она незримо присутствует, но есть от нее возможность избавиться. Вот попытайтесь, поищите возможности от этой дамы избавиться, уменьшить, минимизировать ее влияние на ваши отношения. Ну, либо, если эта дама просто олицетворяет какие-то ваши конфликты, недопонимания и вообще ссоры, и, ну, то, что вы делаете друг другу больно, постарайтесь действительно вызвать этого человека на жалость, на сострадание, на какие-то искренние разговоры, поплачьте перед ним, не бойтесь, да. И, ну, я думаю, что вам удастся все это проговорить, все ваши недопонимания, да, всю эту боль, если он сделал вам больно, да, вам удастся все это проговорить, рассказать ему, он поймет, он поддержит, он пострадает вместе с вами, пострадает, и все у вас наладится, все между вами будет хорошо. Здесь вот этот мужчина прям тянется к ее ножке, гладит ее, утешает, вот пусть он тянется к вам, гладит, утешает, и не только за какие-то приличные места, там, за руки, за плечи, но еще и за ножки, и за коленочки, и за все остальное, да, и вот за грудь, пускай тоже, захочет вас потрогать, как-то потискать, очень романтично, эротично. Вот, чего я вам и желаю. Короче, проговорите все, и пусть этот человек, да, тоже включит эмпатию к вам, и пусть это вас сблизит, и пусть у вас все будет в итоге хорошо. Вы его простите, он вас простит, и все третьи лица, и все препятствия между вами пойдут лесом, у вас будут встречи, у вас будут желания друг к другу, у вас будет воссоединение, и вот такие, может быть, даже любовные, нежные отношения в итоге. с интимом, естественно, если вы того хотите, чего я вам от всей души искренне и желаю. Все, пожалуй, если вы вдруг загадали не любовного партнера, а просто дружеские отношения, я думаю, что, естественно, то же значение, только без эротического подтекста, да, то есть вы можете поплакаться этому загаданному человеку, пусть он вас поддержит, поможет вам, прежде всего, эмоционально вам посочувствует, поутешает вас, и это вас сблизит, это вас, да, скрепит ваши отношения, а все какие-то третьи лица, недоброжелатели, тоже пусть все идут лесом, да, и препятствия между вами в отношениях тоже пусть будут устранены. Все, счастья, любви, гармонии вам, пусть эта тройка мечей у вас проиграется, максимально хорошо, максимально перспективно, нет худо без добра, как говорится, да, ну и добра без худо тоже нету, а я перехожу к следующей, к третьей карте, и так для тех, кто выбрал третий вариант, смотрим, а ваши отношения, как будут складываться в этом январе загаданным партнером, ну вот, карта умеренность, здесь она называется неудовлетворенность, что-то часто она у меня выпадает, причем на разных колодах, да, в эти дни, видимо, январь, он такой вот, да, такой зимний, холодный месяц, который действительно, ну, можно охарактеризовать словом неудовлетворенность, я бы даже сказала не до, не то, что прям совсем неудовлетворенность, а не до, не доделанность, да, не до, не до завершенность расширенность ваших отношений, ну, плюс в том, что отношения, в принципе, у вас будут с этим загаданным конкретным партнером, да, то есть, у вас они никуда не деваются, они у вас не рушатся, не рвутся, то есть, нить есть, связующее вас звено какое-то есть, человек присутствует в вашей жизни, так минимум, переписка, как максимум, даже встречи личные с этим загаданным человеком, ну, хотя не очень частые, да, могут быть встречи, но они могут быть не очень частые, довольно короткие, но они есть, и то, слава Богу, да, то есть, в принципе, человек относится к вам хорошо, и он, в принципе, готов идти с вами на контакт, готов с вами общаться, и он не готов рвать с вами отношения на совсем навсегда, что тоже хорошо, что тоже неплохо, как говорится. Теперь минусы. Плохо то, что отношения идут очень медленно, очень вяло развиваются, если общение, то очень дозированно, там, в день по чайной ложке, вот чуть-чуть, чуть-чуть, если он вам что-то пишет, он вам пишет коротко, довольно сухо, мало, как будто у него нет сил, как будто у него нет энергии, и все такое, даже если вы вкладываетесь в отношения, даже если вы что-то даете, общаетесь, пишете, ему много, он вам отвечает по чуть-чуть, односложно, не очень эмоционально, но в принципе, здесь могут быть, конечно, у вас какие-то и обиды внутренние, ну ладно, сейчас попозже про обиды, прежде всего, у вас отношения здесь дружеские, нет у вас такой бурной страсти, в отношениях, не переедена еще граница близости, и естественно, такое положение не устраивает ни его, ни вас, хотя, наверное, надо было сказать, ни вас не устраивает такое положение, что вы просто друзья, пока еще, все еще, до сих пор с этим человеком. Но самое главное, что его тоже это положение не устраивает. Про вас-то ладно, про вас мы все знаем. Самое главное, что его это положение тоже не устраивает. И вот эта вот неудовлетворенность, она с одной стороны ему не нравится, а с другой стороны она сама же и является препятствием для развития отношений между вами. Короче, вот такой человек, что он недоволен, что между вами нету какого-то романтического развития. Но при этом сам он ничего не делает, и при этом вот эта неудовлетворенность ему ставит ну как некое препятствие перед ним. Хотя формально между вами может здесь не быть никаких препятствий. Даже если вы общаетесь, может быть временно общение, то есть все зависит от желания. Даже если вы на расстоянии, все равно можно ведь общаться более бурно, более романтично, более открыто. Здесь этого нету, скорее по эмоциональным причинам, нежели потому, что у вас там нету времени и все такое. Насчет обид здесь скорее будет у меня предупреждение. Будьте очень осторожны с этим человеком. Он здесь может обижаться на вас просто по пустякам, то есть очень-очень выверенно ему что-то говорите, что-то пишите, потому что он из-за каждой ерунды может на вас обижаться, может закрываться, может быть недовольным. С одной стороны, и неуверенность здесь какая-то идет в себе, и в вас, и в перспективах этих отношений у этого загаданного человека. А с другой стороны, ему это все и не нравится, то есть и не нравится, и не уверен, и вообще, и на вас будет дуться, и вот что не скажешь, все не так, все не то. Готовьтесь к тому, что он будет на вас ворчать постоянно, готовьтесь, что все ему будет не то, не так, и это самое. Ну, постарайтесь его по минимуму как-то задевать, обижать, не говорить ему гадости, и постарайтесь с ним не ссориться, постарайтесь всячески подчеркивать ваше дружеское к нему отношение, дружеское, теплое и все такое. Но здесь самое главное не переборщить, потому что я боюсь, что если вы чрезмерно будете проявлять к нему свои романтические чувства и эмоции, если вы будете как-то его подгонять и говорить, ну давай, ну что ты, ну что ты тормозишь-то, почему, да, почему в наших отношениях нет развития, это же ты тормозишь, а не я, я же хочу, давай, ты же сам недоволен положением вещей, ну давай, сам и развивай, да, все же от тебя зависит. Вот если вы к нему с такими претензиями придете, он закроется, обидится, да, то есть по идее эти претензии это правильное, но он их воспримет вот так, что он обидится тупо, не скажу там адекватно-неадекватно он это воспримет, да, он тупо на это все обидится просто, вот, поэтому, если вы хотите ему что-то сказать и вообще, в принципе, что-то написать, выйти на контакт, как-то увидеться, и т.д., и т.п., выверяйте каждое слово, отмеряйте все по чайной ложечке, чтобы, не дай бог, его как-то лишний раз не задеть, да, дуйте на него, дуйте на воду буквально, сдувайте с него пылинки, но очень осторожно, чтобы этот гад на вас не обиделся и не впал в еще большую неудовлетворенность, если он будет обижать вас своим ворчанием, своими какими-то придирками, своим просто холодом каким-то, не дай бог вам показать, что вы им недовольны, да, то есть наоборот, сглаживайте углы, да, где-то, ну не скажу, проглотите обиду, но будьте очень мягкими, будьте очень дипломатичными, очень-очень, вот все здесь выверено, да, выверяйте каждое слово, взвешивайте каждый грамм, миллиграмм, вот, да, чтобы он на вас там как-то не это самое, чтобы не усугубить, не усугубить ситуацию, чтобы не было еще хуже. Неудовлетворенность, какое здесь значение карты, отношения спокойные и плавные, но возможны трудности, либо любовники не до конца открыты друг другу. Карта говорит о том, что в отношениях нужно не только получать, но и отдавать. Именно так можно достичь гармонии. Один из партнеров может быть обижен, необходимо попросить прощения, прохлада в отношениях, но они способны потеплеть. Проанализируйте отношения, таков совет карт. Ну вот что хочу сказать, да, короче, вот то, что я сказала, если вы обижены, не показывайте ему это, а наоборот, осторожненько, так лишний раз, да, попросите прощения. Я думаю, что насчет вкладываться в отношения вам так же особо даже и не надо советовать, потому что, да, вот, девушка у нас здесь вливает, да, из одной колбочки, из одной реторты, вливает в другую, я думаю, что вы и так вкладываетесь в этого человека, как можете, энергетически, эмоционально, думаете о нем, желаете ему здоровья, когда о нем вспоминаете, желаете ему всего самого наилучшего, обнимаете его как-то мысленно, даже если вы на расстоянии, короче, даже на расстоянии вы передаете ему свою энергию, свою любовь, свои какие-то теплые чувства, да, поэтому я думаю, что вам этот совет даже излишен будет, потому что вы и так в него вкладываетесь, и так ему все даете. Самое главное, чтобы он это оценил, и чтобы скотина, хотел сказать другое слово на букву С, но не важно, чтобы он скотина не обиделся, да, на то, что вы там слишком активно в него вкладываетесь. Короче, вкладываетесь под суть-суть, да, по чуть-чуть, чтобы он, опять же, не обиделся на вас. Просите прощения тоже, осторожно, тоже по чуть-чуть, может быть, как бы даже в шутку, да, типа, тысячи извинений, миль пардон, месье. Вот что-то такое здесь можно ему сказать, да. Ну, проанализируете отношения я бы, наверное, тоже вам не стала говорить, потому что, ну, пусть он анализирует, анализирует, пусть он Он анализирует, да, свою неудовлетворенность и делает вывод, что вообще-то он самый виноват в этой неудовлетворенности, ему ничто не мешает развивать отношения между вами, да, я думаю, что вам не нужно ничего анализировать, вы уже и так все знаете, все понимаете, пусть он сам там покопается в себе и поймет, что хочешь, делай, хочешь, давай вперед, да, Арбайден, Арбайден, вот, тем не менее, самое главное, отношения у вас есть, отношения непростые, но дружеское общение вам здесь все-таки гарантировано, пусть оно вас утешает, пусть этот человек, ну, немножко там покопается в себе, сделает какие-то выводы, может быть, у него действительно сейчас идет некая трансформация внутренняя, да, переоценка, там, каких-то ценностей, жизненных приоритетов в этом январе, да, связанные с Новым годом, как некой вехой, вот, пусть он там все переосмыслит у себя в голове и сделает правильные выводы, сделает, сделает правильный выбор в вашу пользу, как все гадалки обычно говорят, вот, так что ждите, надейтесь, будьте очень осторожными с этим человеком в этом январе, все дозируйте, все по чайной ложке, вот, чтобы деточка, чтобы деточка не разоралась, да, не разрыдалась, не расплакалась и не стала топать ногами, вот, да, и выражать свое недовольство вами, вот, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, перспектив с этим загаданным человеком, если он вам такой сложный, противоречивый и неудовлетворенный нужен, а я перехожу к последней, к четвертой карте итак, для тех, кто выбрал четвертый вариант, смотрим, что же вас ждет в этом январе с загаданным вами человеком колесо, старший аркан десятый, какая здесь радостная, красивая карта, похожая прям на тройку кубков, я думаю, что это, наверное, самый лучший вариант в этом раскладе, и самый, наверное, короткий будет, в том смысле, что здесь вас, наконец-то, ждет развитие, здесь вас прям закрутит, понесет некий водоворот, водоворот, естественно, да, водоворот ваших отношений с этим человеком, а давайте вот сюда положим, нам эта умеренность уже ни к чему, будет так виднее, здесь у вас будут, с одной стороны, изменчивые отношения, а с другой стороны, очень бурные и радостные отношения, у вас будет много встреч, вплоть до, давайте скажу, до 10 встреч в этом январе, короче, две первые недели по две встречи, а в остальные две недели аж по три встречи, это вообще прекрасно, вообще супер, неплохо, да, еще было бы здорово, если бы, чтобы эти встречи были романтические, я думаю, что они будут у вас скорее такие веселые, радостные, может быть, даже связаны с какими-то делами, с какими-то переменами и в его жизни, и в вашей жизни, если у вас переезд планируется, пусть он вам поможет переехать, обязательно подключите его, если там нужно какие-то вещи перевезти куда-то буквально, да, на машине, если у него есть машина, пусть вас подвезет, перевезет, да даже если вы такси заказываете, едете, пусть тоже с вами поедет, то есть таскайте этого человека во всякие поездки, если вы там переезжаете, переходите на другую работу, пусть тоже вам как-то поможет, как-то вещи тоже поднесет, перенесет, да, в общем, всячески подключайте этого человека для какого-то движения в вашей жизни, все зависит только от ваших действий, вы можете быть вместе или наоборот врозь, так что вы предпочтете? Судьба и фортуна на вашей стороне, немного подумав, вы поймете, что дальше делать, совет, не стойте на месте, двигайтесь вперед к своей цели, вот я думаю, все цели, которые вы здесь поставите с этим загаданным человеком, они так или иначе будут вами достигнуты, причем эти встречи могут быть совершенно разнообразные, и в романтических отношениях у вас все будет хорошо с этим человеком, и в дружеских отношениях, и встречи, праздники вы, может быть, хорошо проведете вместе, да, хорошо отметите, и какие-то деловые будни вы вместе можете хорошо, интересно, продуктивно проводить, да, то есть этот человек вам дан для разных сфер жизни, у вас много точек соприкосновения, вы можете много в чем с ним реализоваться, уж, наверное, не буду конкретизировать, короче говоря, везде, где вы можете этого человека подключить, задействовать, подключайте, задействуйте, пусть он вам помогает, да, пусть он всячески присутствует в вашей жизни, хоть каким-то боком, да, хоть полочку прибить, хоть вещи подвезти, а там, может быть, и до романтики у вас дойдет дело, если вы того хотите, да, может быть, и как-то пошутить с ним можно, и посмеяться, и праздники провести, и вместе в ресторан сходить, вместе там как-то выпить, потусить, потанцевать, и воргиев какой-то поучаствовать, да. Кстати говоря, можете себя показать перед ним в разных ипостасях, в качестве друга, в качестве романтичной, красивой феи, в качестве такой пробивной бой бабы, тоже вариант, да, тоже прокатит. Здесь все прокатит, да, по карте колесо, здесь все прокатит с этим загаданным человеком, все, на что вы рискнете, на что вы дерзнете, можно ему и грудь показать, и попу показать, пусть он вас вожделеет по-всякому, да, во всяких разных позах, и на боку перед ним полежать, и попозировать, если он художник, пусть вас порисует, пусть у вас все с этим человеком сбывается, на все, что вы осмелитесь, на все, что вы его раскрутите. В общем, пишите список всего, что вы хотите исполнить с этим человеком в январе, и планомерно, шаг за шагом, пункт за пунктом, выполняйте этот список, пусть у вас все сбудется, пусть все, что вы хотите, все, что вы наметите, у вас получится с этим загаданным человеком, вплоть до близости, вплоть до разных форм близости с ним. Все, счастья вам, любви, гармонии, исполнения, желания исполнения этого варианта, исполняйте сами, не бойтесь, дерзайте, пусть у вас все будет хорошо и пусть все получится. Всем счастливо, всем спасибо, всем пока.